Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами необычный разбор полетов. Хотя, ну, какой необычный? Уже все обычно, все привычно. Я, ребят, когда просматривала видеоролик с этой разделкой мяса, знаете, что я вспомнила? Я почему-то вспомнила, мне на ум пришло то, что у Уралочки до сих пор не куплены специальные чулки, которые ей назначил доктор. И вспомнила я про поход в магазин. И я решила как-то вот вернуться в этот видеоролик и посмотреть, что это был за поход в магазин. И не была ли это просто самая обычная скрытая реклама магазина? Ну, собственно, за деньги. И вы знаете, просмотрев эту часть видеоролика, там как раз-таки они рекламировали какую-то там очередную мультиварку, маленькую, да. Я внимательно посмотрела, как они ходили долго по магазину, как показывали, что там есть, какие там есть товары. И показали, конечно же, вывеску. И Уралочка на фоне вывески нам рассказывала, что вот ей должны перезвонить по поводу того, будут ли чулки ее размера. Ну, а если вдруг не будут, то надо будет заказывать чулки из Германии. Это там очень дорого. И вообще какую-то она там стоимость называла в пределах, что ли, 20 тысяч. И якобы Сафар сказал, что ой, ну ничего такого, ну ничего такого страшного, что он для Уралочки готов на все, и вот он такой заботливый, и он закажет. Ребят, после того тишина. Видеоролик у них вышел этот 18 октября, ну и у нас уже вот на носу декабрь. То есть, получается, практически полтора месяца прошло, и что, за полтора месяца Уралке никто не отзвонился и не сообщил про чулки? Дело в том, ребят, что никто ей, собственно, и не собирался, видимо, отзваниваться. Просто это была самая обычная реклама. И мы стали часто с вами замечать. То в кафе они пойдут, снимают там кругом, нахваливают блюда и показывают меню. То в один магазин пойдут, купят одну ручку и словарь, который, собственно, не нужен. И еще в подарок книженцию какую-нибудь получат. То еще куда-нибудь за пиццами, да, и пропиарят магазин, который вот только-только открылся. У них прям, слушайте, какая-то новая реклама по городу, по магазинам. Скрытая реклама. То же самое, я думаю, как раз-таки касается и этого магазина с ортопедическими товарами. Точно так же они втихую решили в один видеоролик впихнуть рекламу. Мультиварка и ортопедический магазин. Мало того, прикиньте, что они за видеоролики, за просмотры получают деньги. Так они умудрились две рекламы впихнуть в один видос. Мультиварка и ортопедический магазин. Если это, ребят, не реклама. Слушайте, полтора месяца прошло, и такая тишина. Никто ничего не вспоминает, никто ничего не говорит про чулки. И при этом дорого, якобы дорого, ну, я вас умоляю, какое дорого. Всё для ванны прикупили для ремонта, окна поменяли. Потом что ещё? Сафарчика приодели и столько мяса накупили. Ну, пусть даже у них там получилось, да, ну, тех 60 килограмм, потому что кости, я думаю, они там какие-то маслы, да, может быть, повыбрасывали или поотдавали. То это, опять же, ребят, это, ну, 20 тысяч они точно отдали. А чулки уралочки не купили. То есть сказать, что у них денег на чулки нет, не скажешь, правда же. Поэтому и напрашивается вот такой вот вывод, что уралочка с сарафаном решили, да, теперь запустить вот такую вот рекламу по магазинам. И никто ничего не заметит, никто подозревать не будет. Вывеску прекрасно показывают. Уралка ещё несколько минут, она стоит, трынзит на фоне этой вывески. И прям рекламный такой, да, висит как плакат, что в этом магазине есть. И понятное дело, что решили пропиарить магазин, а чулки, собственно, они, наверное, и не собирались там покупать. Ну, либо получили они их на халяву и решили промолчать, потому что две рекламы в одном видосе, ну, это уж чересчур. Но на самом деле, если бы, ребят, если бы они даже и получили эти чулки, то я думаю, что уралка бы уже всё равно проболталась бы. Где-то в каком-то видосе промелькнула бы про эти чулки. Но тишина. Да, тишина. И вы знаете, ребят, смотрю я на неё и понимаю, что ей пофигу, что назначают врачи, что говорят врачи, что у неё со здоровьем происходит, что у неё нога течёт, рука шелушится, и она едва-едва передвигается, прям задыхается. Ей до лампочки. Ей до лампочки, но не до лампочки. Ей, чтобы все морозильные камеры были забиты. Вот скажите, это здравомыслящий человек? Нет, ребят, нет. Она так не прыгает от того, что она там какие-то лекарства купила, или решила сесть на диету, или у неё результаты по здоровью стали лучше. Она не радуется за какие-то моменты, за которые действительно нужно радоваться. Она радуется, что у неё битком набиты жрачкой холодильники. Но это ужас, ребят. Это действительно болезнь, это действительно зависимость. Я вообще не понимаю, чему поклоняются там хомяки, чего они там её восхваляют и возносят до небес. Чтобы эта женщина, да, женщина не думала о своём здоровье, не думала, как это ей чулки купить, пусть даже по космической цене. Это для тебя нужно. Это тебе врач назначил. Хотя уже, знаете, я сомневаюсь, что назначал врач ей какие-то там чулки. Потому что, глядя на Уралку, что она не спешит заниматься здоровьем и поиском того, что ей назначили, а спешит накупить мясо и носится по магазинам, скупая сладости, вредности, гадости, то, может быть, ей никто ничего и не назначал, а это была просто обычная реклама. Но, ребят, всё равно, как ни крути, как-то становится не по себе, от непонимания, не от жалости, нет. Чего её жалеть? Она сама себе выбрала такую жизнь – жрать и своё здоровье гробить собственными руками, собственной глоткой. От того, что, ну вот как так можно? Как так можно? Едва передвигается. Ноги гниют, ноги не сгибаются. Вот эти вот спасательные круги по колено. И как так? Не думать о здоровье, а думать, как бы было пожрать. Пожрать и на дольше, и побольше. И чтобы глаза горели не от того, что у тебя со здоровьем улучшение, а чтобы глаза горели от того, сколько много у тебя жрачки. Вот эти моменты я не пойму никогда. Я понимаю, и всё прекрасно, что это зависимость. Но, ребят, я не могу понять в таком случае хомяков, которые аплодируют, стоя уралочке, и нахваливают её, какая она умница, какая она хозяюшка, какая она запасливая женщина, какая она труженица, и какая она мать ревды. И не замечают, вот не замечают абсолютно, что они являются помощниками. Помощниками помогают ей гробить и угробить окончательно своё здоровье, поощряя вот эту закупку жратвы, поощряя её эти ведра и тазы с хрючевом и восхваляя, какая она красавица. Я как-то уже говорила и повторялась, что если бы уралка была похудее, не было бы этих излишних жиров. На лицо она довольно-таки симпатичная женщина. Но эта женщина совершенно себя не любит. Ей наплевать на себя, на свой внешний вид, на своё здоровье. На что ей не наплевать, так это на еду. Огромное количество жрачки, причём каждый день. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.